Так и убить можно. Необычное ДТП произошло сегодня утром на Большой Нижегородской. На светофоре остановился Митсубиси Кольт, и пока горел красный свет, водитель решил открыть дверь автомобиля. В этот момент в попутном направлении двигался мотоциклист, и он впечатался в эту открытую дверь. В результате дверь Митсубиси помята, а мотоциклист в больнице. У парня закрытый перелом правой голени и ссадина локтя. По предварительным данным, виновен в ДТП водитель Митсубиси. Скорее всего, ему придется возмещать вред, причиненный здоровью мотоциклиста. И любопытно, что за рулем и Митсубиси, и мотоцикла оказались ровесники. Оба 87-го года рождения. Вынужденные переселенцы из Украины продолжают пребывать во Владимирскую область. Очередная группа в количестве 100 человек вылетает бортом МЧС из Ростова-на-Дону этим вечером. Сегодня же бежен будут в Москве, откуда автобусами их доставят в нашу область. Переселенцы едут в 4 пункта временного размещения в Гороховецком, Гусьхрустальном, Камешковском районах и городе Покрове. Все они уже готовы принять людей. Неделя профилактики сахарного диабета пройдет в нашей области с 21 по 25 июля. Ее инициатором является областной департамент здравоохранения. В рамках недели будет организована работа мобильного диабетического центра. В нем всем желающим бесплатно измерят уровень сахара в крови. При необходимости проведут дополнительные анализы. Предусмотрена консультация эндокринолога. Акция пройдет в Гороховце, Вязниках, Коврове, Покрове. 24 июля диабет-центр будет работать во Владимире перед Белым домом.